Здравствуйте! В прямом эфире новости Прима, в студии Антон Попов и о главных событиях этого дня. Прямо сейчас. Ни одна из полутора десятков новых камер на дорогах не прошла проверку. Почему водители могут безнаказанно нарушать через минуту? Девушка потеряла два литра крови после атаки стаи собак. Тем временем депутаты предлагают обязательную стерилизацию домашних животных. Родительская ревизора по школам. Взрослые пошли дегустировать еду своих детей. Лучшие команды КВН приезжают в Красноярск. Где и когда смеяться, расскажем во второй части выпуска. Камеры установили, но включить забыли. 14 новых комплексов видеофиксации нарушений, которые тестировали в Красноярске, не прошли проверку. Это плюсом камерам, два года не работающим еще на 19 улицах и перекрестках. Многие водители об этом знают, спокойно нарушают правила. Карту составил Евгений Шиповский. В нашем городе с каждым годом становится все больше камер фиксации правонарушений. Вот один из примеров перекресток улиц Алексеева и Батурина. Здесь камеры установили относительно недавно и уже висит знак. Однако штрафы пока не приходят, потому что камеры на данный момент находятся в тестовом режиме. Еще 13 комплексов проверяют власти в разных районах города. Сегодня приходит обескураживающая для чиновников и радостная для водителей новость. Все камеры не соответствуют требованиям краевого управления дорог и ГИБДД. На данные рубежи контроля в эксплуатацию введены не будут. Сейчас решается вопрос о расторжении государственных контрактов. У нас требования контрактные очень жесткие для того, чтобы камеры обеспечивали стопроцентную контроль и работоспособность. Соответственно, они по некоторым характеристикам не прошли. Чиновники тут же заявляют, бюджет от таких дефектов сильно не страдает. Подрядчик устанавливает камеры за свой счет, все оборудование в аренде. Оплата за него начисляется с момента работы. Но комплексы видеофиксации, похоже, провисят в Красноярске недолго. История повторяется. Еще в 2019 году управление дорог расторгло контракт с московским подрядчиком, который установил в городе 19 камер. Причина та же. Камеры не соответствовали госконтракту. По решению суда, столичная фирма выплатит штраф в 15 миллионов рублей. А фиксации нарушений ПДД на протяжении трех лет не было, к примеру, на перекрестке улиц Татмина-Юшково, Матросово-60 лет Октября, Молоково-Авиаторов и на других улицах. Но одно их присутствие все же дало небольшой положительный эффект. Камеры фиксации правонарушений на перекрестке Шахтеров-Березина установили еще в 2019 году. И действительно, многие водители перестали нарушать, останавливаются возле стоп-линии и также не превышают скорость. Однако есть и те автолюбители, которые знают, что здесь можно нарушить и не получить штраф. Потому что эта камера сейчас на данный момент по факту просто муляж. Уже везде нас снимают. Не то, что на скорость. А как думаете, они все работают? Нет, я не думаю, я знаю, что не все работают. А знаете, что многие не работают камеры? Нет, не знаю. Это плохо. В курсе, что не работает большинство камер? Да. Как думаете, с чем это связано? Видимо, технического какой-то возможности не хватает. Это обслуживающая компания, которая это обслуживает. Либо денег, либо техников. Общественники считают, что даже не работающая камера воспитывает водителей. Но в тандеме со знаком. Знак предупреждения влияет гораздо быстрее, чем просто камера, с которой штраф приходит через какое-то время. На знаке водитель обязательно начинает сбавлять скорость. Несмотря на проблемы с подрядчиками, чиновники в этом году планируют закупить еще 40 камер фиксации правонарушений для Красноярского края. И, судя по опыту, вероятность того, что они превратятся в муляжи, очень высокая. Евгений Шиповский, Дмитрий Кочетков, Степан Майер. Новости Прима. Бродячие собаки напали на девушку и разодрали ей ногу. Пострадавшая говорит, что потеряла 2 литра крови и упала в обморок. Четвероногие атаковали прохожую в 8-м микрорайоне в Сосновоборске. Девушка шла вечером в спортзал. Ее окружили 4 собаки. Одна из них два раза укусила за ногу. По словам пострадавшей, она из-за шока не сразу почувствовала боль. На помощь примчался таксист, который разогнал стаю и посадил девушку в машину. Весь салон залила кровью. Укушенная рассказывает, что доехала до больницы и потеряла сознание. Позже девушка поставила уколы от бешенства. Еще написала заявление на волонтеров, которые подкармливают бездомных псов. И обратилась в прокуратуру с жалобой на бездействие мэрии и отловщиков. Между тем, отлов бездомных собак будут снимать на видео. А карантинное время передержки после отлова увеличивается до 10 дней. И, конечно, на эти цели нужны средства. Сегодня на заседании комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Края депутаты обсудили вопросы обращения с уличными животными. Оказалась проблема не только в деньгах. Они начинают выпрашивать, что-то там покормить. И нас все такое, залазят в пакеты, носами пытаются головой. Елена, житель микрорайона Пашиной, знакома с проблемой бездомных собак. Пока псы во дворах ведут себя мирно, говорит женщина. Но в районе масса строек. И все чаще на улицах остаются именно цепные щенки, натасканные на охрану. Стройки заканчиваются, собаки остаются. Жители наши говорят, что они не стерилизованные. А вам бы хотелось, чтобы их стерилизовали в больших объемах? Ну, возможно, да. Чтобы они не размножались. И отлов, и идея льготной стерилизации домашних псов. Все это лишь часть мер по борьбе с одичанием собак. И десятки миллионов из бюджета. В этом году в краевом бюджете на работу с бездомными псами заложено почти 90 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на субсидии муниципалитетам. Но так как по новым полномочиям теперь обязательно видеофиксация при отлове животных, а их пребывание в карантине в приюте увеличено с 7 до 10 дней, то депутаты планируют еще увеличить финансирование. Но деньги решают не все. Сегодня на заседании Комитета по природным ресурсам и экологии законодательного собрания края депутаты онлайн обсудили наболевшую тему. Власть борется с бесхозными псами с января прошлого года за счет реализации норм федерального закона. Но для края их недостаточно, уверен председатель комитета Александр Симоновский. Сегодня очень важно решить вопрос о выделении дополнительных средств. В корректировке они не заложены. Второе, северные территории, Ивенкия, Таймыр, просят о том, чтобы разрешили автаназию, потому что в данной ситуации у них есть очень много дещавших животных. Также и депутаты Госдумы, и ряд субъектов вышли с федеральными инициативами о том, что должны регистрироваться домашние животные. Депутат Виталий Дроздов уверен, есть более эффективные пути решения, чем массовый отлов. Но руки администрации связаны с законом. В основном власти должны отлавливать собак, передавать в приюты и привозить их обратно на место вылова после лечения, вакцинации, стерилизации и маркировки, при условии, что нет агрессии. И на этом всё. А если собак поймали на территории школы? И туда нужно стерилизованную вакцинированную опять в школу, что ли, отпустить? На входе мы никак не контролируем эти количество собак. Из-за того, что бесконтрольно размножаются не только бродячие собаки, но и ещё и собаки, которые живут на дачах, которые живут на стройках, которые просто живут у средобольных бабушек. Отпускают их побегать по улице, где они там устраивают собачьи свадьбы. И здесь никакого регулирования сейчас нет. Депутаты намерены рассмотреть все варианты инициатив. Часть из них уже направлены в Госдуму. Без корректировки федерального законодательства уверены парламентарии. Сдвинуть с места собачий вопрос будет крайне тяжело. Анастасия Цыганова, Сергей Польшаков. Новости Прима. Уголовное дело возбудили против экс-главы Центра стандартизации и метрологии Василия Маргуна. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, с 2013 по 2019 годы он заключал договоры со своими компаниями без проведения конкурса. Учредителями этих фирм якобы были его родственники. Предварительная сумма ущерба около 6,5 миллионов рублей. Напомню, осенью прошлого года СМИ писали, что Маргуна уволили после многочисленных жалоб сотрудников Центра стандартизации. Якобы он не доплачивает зарплату, часть денег тратит на свои нужды и проводит закупки по завышенным ценам. После этого в его доме прошли обыски. Водитель иномарки не справился с управлением, влетел в столб и повредил еще две машины. Все произошло на Дубровинского. У виновника аварии шок и травмы. Его выбросило на заднее сидение, потому что был не пристегнут. Других пострадавших нет. Водителя увезли в больницу. Очевидцы говорят, видели, что он резко тормозился. Но реальные причины устанавливают полицейские. В Край зарегистрирован первый укус клеща. Досталось ребенку в Шушенском районе. Но все обошлось. После экспертизы возбудители энцефалита не обнаружены. В прошлом году из-за теплой погоды первые случаи присасывания клещей были зафиксированы в первой декаде марта. 46 водителей наказаны за парковку на газонах в Советском районе. Столько нарушителей зафиксировано за три месяца. Всего выписано штрафов на 92 тысячи рублей. Напомню, накануне чиновники с журналистами провели очередной рейд по зеленым зонам на Тельмана, Батурина и Ульяновском. Только по этим адресам зафиксировано еще 50 нарушений. На счерсце у 65-го автобуса отвалилось колесо и отскочило в Киа. У легковушки повреждена задняя часть. Люди не пострадали. ДТП произошло утром. По словам перевозчика, причина в некачественной детали пазика. Лопнула обойма подшипника. Хотя маршрутка якобы недавно проходила техосмотр. В Красноярске троллейбус сошел с маршрута. Пассажирам, которые рассчитались картой, не вернули деньги. Кадры с жалобами людей появились в сети. Молодой человек заявляет, что у него были последние 20 рублей. А ему предложили забрать оплату непосредственного перевозчика. Мне вот это вот товарищ деньги не возвращает. Что мне делать, скажите? Мне домой идти пешком, что ли, в дождь или как? В комментариях мнения горожан разделились. Кто-то на стороне пассажира, а кто-то защищает кондуктора. Енисей обыграл СКА Хабаровск в 35-м туре футбольной национальной лиги. В каждом из таймов красноярцы забили по одному мячу. Итог 2-0. Благодаря победе Енисей обходит хабаровчан в турнирной таблице и занимает 11-е место. Контроль за школьным питанием стал более строгим, но открытым. Теперь сами родители ездят по учебным заведениям и дегустируют детскую еду. Взрослые ревизоры оценивают чистоту на пищеблоках и вносят замечания директору школы. С подробностями Алена Крашенинникова. Можем потрогать чай. Теплый? Теплый чай. К температуре еды в школе 149 на взлетке сегодня особое внимание. После нескольких жалоб учеников на остывшую пищу сюда наглянула родительская проверка. У меня всегда все теплое. Иногда бывает холодное. Мне нравится есть макароны. У меня каши бывают. Но я не очень люблю запеканку и омлет. Взрослые теперь каждое утро в роли ревизора. Около 20 родителей дегустируют то, что попадает на стол к их детям. То есть заходим, оцениваем меню, смотрим его соответствие, смотрим зону, где руки дети моют, смотрим, получается, где готовят пищу, зал оцениваем, сами блюда оцениваем. Такая инициатива, говорит директор школы, совсем не смущает. Даже мотивирует. Поэтому мы, конечно, собираем коллектив, ставим педагогическую задачу, потому что коллективно научить питаться гораздо проще, чем своего собственного внука дома. К родительскому контролю сегодня присоединились чиновники Министерства образования. Причем они путь школьных блюд наблюдают не только в столовой, на пищеблоке, но и на складах, где хранятся продукты. Цель отследить всю цепочку движений от склада до попадания уже на стол школьника. Буквально на этой неделе представители общественных организаций в Красноярске уже посещали склады, где хранятся продукты одного из поставщиков школьного питания. А сегодня мы вместе с родителями смогли оценить качество и вкусовые моменты уже готовых блюд. К слову, проверить, чем питаются дети, может каждый родитель. Об этом заявил губернатор на одном из заседаний по школьному питанию. Для этого нужно обратиться к директору вашего учебного заведения. А отзыв о питании в вашей школе можно оставить на портале госуслуг. Нельзя у вас место. Почти 10 лет в колонии проведет поджигатель дома в Рыбинском районе. Он запер семью и развел огонь. Все произошло в сентябре прошлого года. Мужчина заблокировал выход из частного дома, где находились его сожительницы с тремя несовершеннолетними детьми и поджег жилье. Семья успела выскочить из окна. Никто не пострадал, но дом выгорел полностью. Поджигатель устроил пожар из-за личной неприязни. Суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии за покушение на убийство трех человек и уничтожение чужого имущества. После отдыха в Тувье президент страны Владимир Путин решил поменять главу республики. Шалбан Караол руководил ей 14 лет и записал прощальное видеообращение с оговоркой, что его уход – дело согласованное. Я только что подписал заявление о досрочном прекращении моих полномочий. Не удивляйтесь, я к этому шел осознанно. И это решение сам для себя принял. Спасибо президенту, что он поддерживает. Я с ним согласовал этот порядок действий. Я старался. Старался как мог. По каким именно причинам пришлось досрочно сложить полномочия, этого теперь уже бывший глава так и не озвучил, но заявил, что Всевышний рассудит, насколько продуктивной была его работа, а также поблагодарил земляков и избирателей. В инстаграме жители региона начали писать благодарности и слова поддержки в ответ на прощальное видеообращение. По данным федеральных СМИ, еще в марте эксперты включали Караола в тройку губернаторов, которым грозит отставка. В этом году истекал срок его полномочий, а в 2019-м вице-премьер Татьяна Голикова называла Туву бедным и депрессивным регионом России. По данным портала правовой статистики, в прошлом году регион лидировал по количеству убийств на душу населения. При этом явка на выборах здесь составляет около 70% и даже более 80% голосов за единую Россию. На голосовании по поправкам в Конституцию явка в Туве стала самой высокой в стране, около 97%. Выборы нового главы Тувы пройдут 19 сентября. Пока указом президента в Рио главы республики назначен 53-летний мэр Кызылла Владислав Хавалыга. Высшая Лига КВН в Красноярске. Лучшие команды клуба, веселых и находчивых, выступят перед горожанами. Подробнее далее в выпуске. В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились 121 человек. Из них 59 – жители Красноярска. На втором месте – Ачинск. Там диагноз подтвердился у 7 человек. Умерли от ковида, 19 пациентов, выздоровели 98 жителей края. Уже больше 2000 обманутых дольщиков получили свои компенсации за недостроенные квартиры. Их начали выплачивать тем, кто есть в реестре инвесторов. Но получить можно не только выплату, а еще и свою достроенную квартиру. Еще в седьмом году, в восьмом году я должна была получить квартиру. Чего не случилось, у нас застройщик обанкротился. Сначала один, потом назначили второго, который тоже обанкротился. И никакой квартиры, рассказывает Галина. Они с дочерью взяли себе жилье в долевое в строящемся доме. Но когда поняли, что многоэтажку уже вряд ли возведут, обратились за помощью в фонд защиты прав дольщиков. И в этом году семья получила компенсацию. Оценка была сделана за квадратный метр достаточно реальная. И я написала заявление на выплату. Получила выплату, купила квартиру. Так и все зависит от подтверждения дохода клиента. Так рассматривается индивидуально. Вот объекты, терпично-старичное доживе. И так не только у Галины. Для того, чтобы недострой завершили или отдали вам выплату, нужно включиться в реестр обманутых дольщиков. А дальше фонд принимает решение, завершать ли дом или выделить компенсацию за незастроенное жилье дольщику. Ее можно получить в банке дом.рф. Граждане из этой категории обращаются на горячую линию, где уже называют удобные для них дату и время. Специалист банка уже проверяет пакет документов, оформляет все эти документы, резервирует счет физического лица для будущих там выплат и направляет эти документы уже в фонд для принятия окончательного решения о выплате и возмещении. В течение 10 рабочих дней принимается окончательное решение и деньги поступают на счет. Конечно, выплаты отдадут не сразу. За этим стоит большая работа. Оценка жилья и его площади. Согласование всех документов. Например, все с тем же домом на Грунтовой тоже были свои сложности. Пришлось доказывать нашим федеральным коллегам о том, что несмотря на отсутствие основных документов, необходимых для конкурсного производства, тем не менее вопрос с этим домом нужно решать. Но вот 38 дольщиков, которые купили там квартиру, получат свою компенсацию в восстановленном порядке. Несмотря на это, каждый дольщик, который есть в реестре, обязательно получит деньги или квартиру. Всего за время работы программы выплаты достались более 2000 человек. Решение достраивать дома тоже есть. Уже в сентябре за счет средств фонда завершат пять недостроев края. И обманутые дольщики получат свои квартиры. Алена Крашенинникова, Дмитрий Кочетков. Новости Прима. Лауреат Нобелевской премии в гостях. Прямое включение с Международной космической станции. И еще ряд интересных фишек готовит Красноярский экономический форум. На следующей неделе он пройдет в нашем городе. И, кстати, после пандемии форум частично переходит в онлайн. И обзаводится тремя студиями в разных точках мира. Подробнее в сюжете. Кто первый воспользуется новыми возможностями, тот окажется в лидерах. Такова основная мысль этого 17-го экономического форума в Красноярске. Его организаторы собираются бросить свой российский взгляд на экономику после пандемии. Для этого даже в организации меняется все. Этот год это эксперимент. Формат форума претерпевает изменения. И в этом году он придет в гибридном формате оффлайн плюс онлайн. Оффлайновые площадки форума будут в первую очередь сосредоточены на базе Сибирского федерального университета. Это тоже наше нововведение. ВУЗ становится полноценным соорганизатором, содержательным и организационным партнером. Такой новый формат тоже новые возможности. В Москве, Берлине и Сингапуре организованы три студии. Самые статусные эксперты мира выразят свое мнение о идеях развития России и края в постковидную эпоху. Онлайн из разных точек мира к обсуждению подключатся почти половина специалистов. А в СФУ готовят просветительскую программу. Лекции топ-уровня. Это выдающиеся ученые, которые выступят перед горожанами на различные темы. Повестка достаточно широкая. Это климатические изменения. Это экономика и политика. Пандемия. Это вопросы вирусологии. Самая главная составляющая форума – презентация идей, что принесут в крае инвестиции. Презентовать их, который год принято через роуд-шоу, а также виртуальную экспозицию. В этом году изучить все проекты в 3D можно будет на сайте «кф.21.рф». Среди этих проектов есть поистине масштабные. У нас в активную стадию вошел проект «Восток Оил». Это действительно, не побоюсь, это будущее нашего края. Это Нижняя Преангария 21 века, как говорится. Потому что те объемы инвестиций, те социально-экономические эффекты от этого проекта почувствуют не только край, не только Сибирь, а вообще Россия. Это самый крупный проект на сегодняшний день в мире по разработке месторождения нефти. Форум 2021 – это 5 дней насыщенной деловой, молодежной и культурной программы. Возможно, что откроют первую молодежную площадку форума наши российские космонавты с орбиты в День космонавтики. Анна Гейнс и Степан Майер. Новости Прима. Красноярский экономический форум делает подарок веселым и находчивым. Открытые Кубы КВН Енисейская Сибирь разыграют чемпионы и участники высшей лиги. 16 апреля на сцену Конгресс-холла СФУ выйдут самые смешные команды двух последних лет. Коллектив «Такта» из Красноярска. Ребята выиграли высшую лигу в 2020 году. И русская дорога «Армавир» чемпион 2019. Еще три известные в мире КВН команды приедут бороться за кубок. Это Раисы из Иркутска, Плюшки из Ярославля и Наполеон Динамит из Тюмени. Когда последний раз на красноярскую сцену выходили чемпионы, вышли и КВН, в последних лет, честно говоря, не помню. Понимая ограничения, связанные с 75% загрузкой зала, у нас будет организована трансляция игры. Телеканалу «Прима» 30 лет. Мы решили посвятить этому событию много самых разных эфирных проектов. И очередной из них называется «Старости». В нем мы без комментариев вспоминаем, что «Прима» показывала в эту дату в разные годы. Мы не ожидали, что придет столько много рисунков. Около 200 рисунков, подел, картины прислали дети. В конкурсе участвовало 34 школы. Одна гимназия, 60-я, город Красноярск, 26-я, это Железногорск, 90-я школа. Ну, а вот по классам, если сказать, что, в общем, самые активные дети – это 6-й класс. И вот, я думаю, что мы, кроме конкурса на метро, еще объявляем конкурс, вот сейчас, здесь мы его подводим в итоге, это конкурс названия станции. Значит, я так быстренько прочитаю вам. Станция долгожданная, цветочная, русская береза, торговый центр, возрождение. Станция номер 5. Я думаю, она получит приз, потому что у нас станция номер 5, это площадка номер 5, и метростроевцы за номер 5, наверное, дадут приз. Кроме рисунков, в адрес конкурсной комиссии пришло множество писем, читать которые членам жюри было не менее интересно, чем рассматривать рисунки. Юля пишет, первый класс. Мне 7 лет, я ни разу не видела метро. Но я так хочу метро. Многие рисунки, поступившие на конкурс, получили высокую оценку профессионалов, тех, кто непосредственно занимается строительством метро. Так что, вот брать за основу и проектировать станции метро. Прошедший конкурс еще раз говорит о том, что метро нужно строить. И метро нужно строить для того поколения, которое вот сегодня мечтает о том, чтобы проехать на метро. Рунет пестрит соблазнительными предложениями для 11-ти классников. Можно купить ответы к ЕГЭ. Цена 10-15 тысяч. Чиновники забили тревогу. Они уверены, в сети орудуют мошенники. Даже в срочном порядке составили список неблагонадежных сайтов. Это бизнес. Люди так зарабатывают деньги. Поэтому тот ученик, который не уверен в своих силах, он и может воспользоваться такой услугой, отдав деньги чужому дяде за отсутствие своих знаний. Все ответы к ЕГЭ и раньше достать было практически невозможно. Но даже если кому-то это удавалось, толку мало. Ведь только на экзамене выдают запечатанный пакет с заданиями. И знать заранее, какой достанется именно вам, невозможно. Теперь вариантов задания огромное количество. Они даже распределены по часовым поясам. В коридоре управления образования давка второй день. Людей с каждым часом все больше. Многие получили приглашение прийти и оформить направление в детсад. А кто-то здесь просто для того, чтобы узнать, есть ли место для ребенка. И те, и другие пробиваются с трудом. Терпение на пределе. Со вчерашнего дня по спискам встанет девчонки дежурить и ночью сегодня. Такая толпа, которая должна прийти, узнать хотя бы даже, чтобы номер очереди, попал ты в садик или нет, пройти в кабинет совершенно невозможно. По списку записываются уже, насколько я слышала, там 70-й человек записался с утра сегодня, чтобы попасть и узнать хотя бы. А прошло всего 8 человек за час. И сказали, что принимать будут специально медленно. Почему специально медленно? А чтобы мы здесь не стояли. Нам же в управлении образования объяснили, списков нет не потому, что какую-то информацию захотели утаить. Просто все делают в соответствии с новым законом. Вышел федеральный закон о защите персональных данных. И списки вывешивать мы не имеем права. Поэтому мы консультируем каждого родителя индивидуально. Выдать направление по всем правилам – это не так быстро. То есть надо в базе отметить, отметить во всех документах, не ошибиться в выдаче направления. Сегодня в эфире первая серия реалити-шоу, в котором наш Илья Сосновский выбирает квартиру мечты. Начнем с «Зеленой рощи». Я решил переезжать и сейчас рассматриваю варианты. Ну вот за что лично я люблю такие старые уютные микрорайончики. Здесь все как-то понятно, все очень удобно. И за пару десятков лет люди для себя здесь все подстроили. Аптеки почти в каждом доме, школы, садики – все это тоже где-то в шаговой доступности. Поликлиники те же, ну а магазины, как правило, где-нибудь по пути. Ну так здесь исторически сложилось. И если, например, вы родились в «Зеленой рощи», где мы находимся, здесь росли, и все вам тут понятно, уезжать не хочется, но хочется все-таки новую квартиру, а не старую. Отличная новость. Арбан здесь, на Краснодарской, строит новый жилой комплекс. То есть можно остаться тут, в удобном районе, где все под рукой. Но при этом жить в квартире с продуманной планировкой в новой и отличной квартире. И вот еще один мощный аргумент – это квартирный арбан шоурум. Как по мне, это очень удобно. Больше не нужно представлять, как в теории примерно будет выглядеть ваша квартира. Можно прийти сюда и детально изучить планировку, и какие-то идеи по дизайну тоже в целом можно подсмотреть. Мне кажется, очень удобно. И самое главное, здесь можно не торопиться, сядьте, расслабьтесь, чтобы почувствовать себя по-настоящему дома. В следующей серии я расскажу, какой толщины стены в новых домах от Арбан и почему там по-настоящему безопасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова